Афтин Пастин, Норвегия, что-то назревает, снова. У меня стойкое ощущение, что ситуация нестабильна. Турбьорн Ягланд. Афтин Пастин, Норвегия. 19 июля 2019 года. У Холодной войны было много особенностей. Одна из них состояла в том, что всем необходимо было четко принять какую-то сторону, Запада или Востока. Если представитель западного мира указывал на нюансы и стремился к компромиссам, его обвиняли в финляндизации. На Востоке же твердо верили, что коммунизм во всем превосходит капитализм. Непоколебимая вера в собственную правоту была насколько сильна с обеих сторон, что политики, СМИ и эксперты так и не смогли осознать, что этот порядок рухнул прямо у них на глазах. Новая, геополитическая борьба за власть история нанесла удар, как уже делала это много раз прежде. На этот раз она поразила сердце. Холодной войны, люди забрались на Берлинскую стену, которая делила город, континент и весь мир почти шесть десятилетий. Наступила эпоха всеобщего расслабления. Континент воссоединился. Молодые демократии на Востоке стали членами Совета Европы. Это было условием для вступления в ЕС. К сожалению, радость продлилась недолго. Гражданская война в Сирии, злоупотребление НАТО мандатом ООН в отношении Ливии, незаконное вторжение США в Ирак, вторжение России в Грузию и Украину, аннексия Крыма, и вот уже на планете полным ходом идет новая геополитическая борьба. Это отравило международный климат. Работа Совбеза ООН и ОБСЕ оказалась заблокированной. Совет Европы, старейшую организацию на континенте, тоже может затянуть в этот разрушительный водоворот. После того, как Россия аннексировала Крым, парламентская ассамблея Совета Европы решила лишить ее права голоса. Она не учла последствия. Хотя эта ассамблея имеет исключительно консультативный характер, она избирает судей для Европейского суда по правам человека и руководителя, генерального секретаря, Совета Европы. По прошествии этих нескольких лет, более половины судей оказались избранными без участия России. Россия могла выйти из Конвенции по правам человека. Если бы в ситуацию не вмешались участники саммита министров, прошедшего в мае в Хельсинки, то и новый генеральный секретарь был бы избран без России. Это неминуемо привело бы к тому, что Россия вышла бы из Конвенции по правам человека. Многие считают, что это справедливое наказание. А то, что 140 миллионов человек из-за этого лишились бы права искать справедливости в Европейском суде, по их мнению, имеет второстепенное значение. К счастью, президент Нии Нистё, президент Макрон и канцлер Меркель с президентом Путином во главе приняли правильное решение и спасли Советы Европы от падения в водоворот новой и холодной войны. Ведь главное назначение организации – с помощью юридических средств защищать права рядовых людей, как это описано в Европейской конвенции о правах человека. Эта конвенция представляет собой единственное реальное воплощение всеобщей декларации прав человека. И она выходит далеко за ее рамки как в том, что касается формулирования самих прав, так и в определении инструментов для их защиты. Например, в ней содержится пункт о полном запрете и смертной казни, чего нет во всеобщей декларации. Кроме того, соблюдение Европейской конвенции контролируется судом. Это значит, что 830 миллионов человек может подать иск в Европейский суд по правам человека. Его решения обязательны для членов Совета Европы, и все 47 стран несут коллективную ответственность за то, чтобы они были выполнены. В дополнение к конвенции о правах человека было создано еще 200 других конвенций в разных конкретных областях. Новая линия размежевания некоторые из них стали золотым стандартом по всему миру. Конвенция о борьбе с насилием в отношении женщин. Конвенция о защите детей против сексуальной эксплуатации. Конвенция о защите персональных данных. Сейчас все международные спортивные организации поддерживают конвенцию против фальсификации спортивных результатов и допинга. Она тоже близка к тому, чтобы стать глобальным золотым стандартом. Не так давно ее подписала Австралия. Стоит отметить, что, согласно Лиссабонскому договору, ЕС целиком должен присоединиться к Европейской конвенции по правам человека и тем самым стать 48 членом Совета Европы. По этому поводу было подписано соглашение. Решения на уровне С по поводу прав человека могут быть обжалованы в Страсбургском суде. Для Европы стало бы большой неудачей, если бы при этом отвалилась Россия. Тогда реальностью стала бы новая линия размежевания между теми, кто находится под защитой Совета Европы, и российскими гражданами, которые ее потеряют. Ситуация нестабильна в нескольких словах и не опишешь, какому количеству рядовых людей сейчас помогает Европейский суд по правам человека. Вынося каждое свое решение, он не только восстанавливает справедливость в отношении конкретного пострадавшего, но и требует трансформировать законы или практики, которые привели к нарушениям. Таким образом, Европейский суд подталкивает страны-члены менять свое законодательство в соответствии с Конвенцией по правам человека. Именно его работа стала одной из причин отмены смертной казни в России. Недаром одна из самых уважаемых российских правозащитниц и основательницы московской хельсинкской группы Людмила Алексеева не задал год о смерти. Она сказала, что, если Россия выйдет из Совета Европы, это будет ужасно. Несмотря на это, США во всех столицах провели кампанию, стремясь убедить остальных, что России нельзя возвращать право голоса. По их мнению, Совет Европы должен участвовать в международных санкциях против России. Европейские же лидеры ответили, что хотя они никогда не признают аннексию Крыма и осуждают участие России в боевых действиях на Украине, этот конфликт нельзя решать путем исключения одной стороной судебно-правовой системы, единственного, что сейчас связывает Россию формально и юридически с Европой. Я полагаю, что после такого решения, а также после парламентских выборов на Украине, ситуация может измениться к лучшему. После того, как население Украины избрало нового президента, отдав ему 73% своих голосов, ему еще предстоит получить новый парламент. И, возможно, история вновь нанесет удар. У меня есть стойкое ощущение, что нынешняя ситуация нестабильна и что-то назревает, снова. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.